всем доброе утро у нас сегодня будет просто офигенный потрясающий эфир эфир будет касаться нейросети и как его использовать фотографом подключайтесь пожалуйста пишу тему и как найти клиентов вообще собственно так как найти клиентов фотографа вы кстати в курсе что завтра день фотографа расскажите как планируете отмечать как помогают нейросети фотографа то есть и пока я пишу название эфира про нейросети расскажите пожалуйста поставьте плюсик кто уже давайте так единичка кто слышал про нейросети двоечка кто слышал и пользовался . кто пока вообще не понимает что это такое и почему все об этом говорят 1 слышали 2 слышали пользовались 3 пока не не до конца понимаете вообще что это такая за штука как помогает нейросеть у меня почему-то средний рассети т9 пишет большой буквы как помогает нейросети фотографа так меня зовут лилия стасения и сегодня будет про эту тему моя лекция и я вам обещаю что после этой лекции у вас будет куча инсайт вам будет красиво по крайней мере я постаралась чтобы вам было красиво офигеть как полезно вам станет понятно что такое нейросети опять-таки я постараюсь максимально для этого приложить усилия я расскажу в конце как этим всем пользоваться и как обойти некоторые блокировки которые есть на некоторые нейросети у нас сейчас и вообще что можно какими нейросетями из всех двух тысяч с чем-то нейросеть которые сейчас есть какими из них стоит вообще пользоваться фотографу и на какие стоит обратить внимание извините так все смотрим 11 то есть я слышала но не пользовалась 3 пока еще не знаю что это такое двоечка пользовались уже пользовались так супер класс отлично я для вас подготовила некоторые слайды презентации чтобы вам было все понятно сегодня будут еще дополнительное видео буду все показывать постараюсь чтобы это было максимально в хорошем качестве чтобы у вас уже не осталось никаких вопросов кстати расскажите пожалуйста те кто пользовались нейросетями все ли у вас получалось у вас удавалось ли вам решить ту задачу которую вы планировали вообще зачем вы это все использовали дело у кого есть понимание зачем нужны нейросети поставьте пожалуйста плюсик чем они могут быть скорее полезны конкретно нам именно с тех которые пока еще не совсем понимают а я пока открою презентацию свою не немножко слайды здесь в разброс так поэтому будет чуть-чуть чуть-чуть занимать времени когда я буду слайды переключать хорошо так это пока информация обо мне да помогали для ускорения работа на какой конкретно работы ну смотрите я сегодня расскажу свое видение я сегодня покажу как это все дело можно использовать и как с помощью нейросетей вообще-то можно привлекать своих клиентов и автоматизировать часть своих процессов смотрите кто я такая меня зовут лилия лежит осенья и моя основная специализация это new форм kid форсотография поставьте пожалуйста какую-нибудь циферку 0 тот кто меня closet циферку например один тот кто не знает а но кроме того что я занимаюсь него фотографии и я хочу обратить внимание что этот эфир будет полезен Ecuador не только они это ни слова не только детским фотографом не важно каким видом деятельности какой нише вы работаете как фотограф я вас уверяю что этот эфир для вас будет очень полезен Кроме того, что я занимаюсь newborn photography, это моя основная специализация, я еще являюсь маркетологом Я достаточно длительное время проработала в больших компаниях, и дело в том, что я занималась проектами IT Это проекты интернета вещей, и работала в телеком-компании И из-за этого у меня есть опыт такой более, несмотря на то, что я по натуре очень не математического склада ума, с одной стороны С другой стороны, я работала с инновационными технологическими проектами Все это дает мне чуть большее понимание того, что сейчас происходит с технологиями, чем просто фотограф, скажем так Поэтому я в эту тему очень глубоко кокнула Нейросети и OpenAI свои выкатила вот эти потрясающие вещи в прошлом году Но активно я стала тестировать нейросети с марта этого года, и хочу кое-что вам показать сегодня Так, вижу, что здесь достаточно много людей, которые меня знают, но есть, в принципе, те, которые не знают Но это не суть, важно Двигаемся с вами дальше Я хочу вам рассказать, что такое вообще искусственный интеллект И есть ли у вас понимание, что такое искусственный интеллект и что он вообще делает Мне, наверное, кто следит за моими stories, я помешалась на этой теме У меня мои родные тоже следят за моим инстаграмом Я вчера ехала в машине, объясняла своему отцу, что такое искусственный интеллект До этого объяснила 6-летнему сыну, что такое искусственный интеллект Но я предлагаю, чтобы объяснил, кто такое искусственный интеллект, сам искусственный интеллект Дело в том, что я внедрила в Siri, в свой айфон, в голосовой помощник ChatGPT. ChatGPT — это одна из самых популярных нейросетей. Поставьте плюсик, кто о ней уже слышал. И вот что она говорит на этот счет. Сейчас я буду переключать слайды, хорошо? Вы пока напишите, пожалуйста, кто слышал про ChatGPT, что это такое. Так, сейчас мы спросим, что тут. Я надеюсь, мы сейчас, кстати, заодно потестим, насколько хорошо слышно-видно. Привет, Siri. Open AI. Что ты хотела спросить? Расскажи, что такое искусственный интеллект простыми словами. Искусственный интеллект — это вид технологии, которая позволяет компьютерам и другим устройствам выполнять задачи, которые раньше были выполнять только человек. Она использует алгоритмы математические модели, чтобы помочь компьютерам и другим устройствам думать и принимать решения автономно. Привет, Siri. Open AI. Что ты хотела спросить? Расскажи, что такое нейросети. Нейросети — это математическая модель, которая имитирует работу нервной системы человека. Она используется для решения сложных задач, таких как классификация изображений, прогнозирование погоды и так далее. Смотрите, я сегодня собрала наиболее популярные вопросы, которые вас могут интересовать, если вы начинаете работать с нейросетями. Если коротко, что ответила нам Siri и как его внедрить, как чат GPT внедрить. Его можно внедрить куда угодно. Я потом покажу, как я его внедрила в Google таблицы. Его можно внедрить в Google Docs. Вы можете его внедрить в Siri. Для этого понадобится вам ключ, который вы можете сгенерировать самостоятельно. И где-то полчаса времени пройти по инструкции, для того, чтобы у вас все это получилось. Еще должна быть оформлена платная подписка. Но это не суть. В этом есть это все возможно сделать. То есть, по сути, сейчас что научилась делать машина? Если раньше ей нужно было говорить точные действия, например, вычисли мне вот это, вот это, вот это. Или, если мы говорим, например, по фотошопу, я сейчас из этой области копирую какой-то элемент, тебе нужно вставить вот эту область какой-то элемент. А я не знаю, там заплатка как работает и размыть какие-то края. То сейчас мы можем ей поставить более сложную задачу. И на основе тех дальших данных, которые у нее есть, она нам поможет принять решение и обработать даже образы визуальные, доработать что-то. Почему многие нейросети, да в принципе, не многие, все нейросети на самом деле понимают английский язык. Кто уже имел опыт взаимодействия с чатом GPT, понимает, что можно там писать запросы на русском языке, на китайском, на эстонском, да на любом языке. Но суть в том, что внутри себя эта нейросетка все равно переводит ваш запрос на английский язык, потом анализирует, производит ответ и переводит вам обратно на тот язык, на котором вы отправили запрос. Например, именно поэтому я на самом деле удалила кусочек из видео, которое вам сейчас показала. Сири нужно было секунд, наверное, 10-15-20 для того, чтобы подумать, чтобы дать мне обратный ответ и воспроизвести его голосом. Если я запрос говорю на английском языке, то это получается быстрее. Так почему нейросети понимают только на английском языке? Дело в том, что я у самой Сири тоже об этом спросила, да, точнее учатся GPT, потому что обучение нейросетей происходит на английском языке, то есть на том языке, на котором, в принципе, изначально создавалась сама технология. То есть сейчас существует технология, которая позволяет быстро обучаться на основе больших данных, обучаться и выдавать какие-то обработанные уже данные. И все самое такое невероятное, что случилось, почему, допустим, чат GPT стал настолько популярен, обрабатывать она может текст, обрабатывать она может голос, обрабатывать она может видео и картинки. Ну, по сути, картинки — это есть последовательность, точнее, видео есть последовательность картинок, поэтому основное обрабатывает текст, обрабатывает графику и обрабатывает голос. На самом деле технология существовала достаточно одного, развивалась чуть ли не с 30-х годов прошлого поколения, но сейчас и вычислительные мощности всего стали гораздо больше. И тот, кто слышал про большие данные, это просто был невероятный бум после 2008 года, все это позволило нам с вами, обычным пользователям, которые абсолютно далеки от технологий, которые далеки от программирования до всяких инженерных штук, позволили нам этим всем пользоваться. Потому что код для создания обучаемых моделей на английском языке библиотеки, да, скорее библиотеки в первую очередь, то есть большие данные, которыми сейчас пользуется нейросеть, на основе которых они обучаются, они именно на английском языке. И вот кто-то мне в прошлом эфире, у меня уже несколько эфиров было на тему нейросетей, спрашивал о том, что как будто бы нейросети используют данные, подставляют условно тебе там чат GPT, ты ему отправляешь запрос, а он тебе берет, компилирует данные из открытых источников и как бы копирует как будто бы их. Правда в том, что они действительно берут данные из открытых источников, а неправда в том, что у вас не получается какой-то уникальный текст. В этом вся и штука, и это, наверное, вся особенность о том, что сейчас машины научились понимать не просто слова отдельные, они научились понимать взаимосвязи между слов и отдавать вам человекоподобный на человекоподобном языке ответ. И это потрясающе, как это выглядит, и я сегодня вам немножечко об этом расскажу. Так, двигаемся дальше. Пишите пока ваши вопросы, я буду переключать слайды. Хорошо? Так. Вот такой у нас вопрос. Почему все помешались на нейросетях? Кто-нибудь ответ знает на этот вопрос? Кстати, большинство, точнее все, все визуалы, которые я сегодня вам показываю, я подготовила с помощью нейросетей. Почему все помешались на нейросетях? Объясню, потому что в некоторых случаях вы используете и для ретуши. Я использую ретушера для ретуши, но я сегодня буду рассказывать про искусственный интеллект и как можно его использовать для ретуши. И да, в целом, если коротко, то да. Почему все помешались на нейросетях? Да, потому что сейчас большая часть, или хорошо, не большая часть, это будет не совсем корректно, потому что действительно все хотят упростить себе жизнь, потому что сейчас часть решений вы можете переложить на нейросети, или по крайней мере они помогут вам это сделать. Да, это не происходит честно по нажатию на волшебную кнопку, но это очень-очень-очень-очень сильно может облегчить вам жизнь, облегчить вам работу. И это не только как новая игрушка, Марина. Действительно, сейчас очень много решений, которые вот ты такой смотришь, о, прикольно, классно, но не совсем понятно, как, ну, и чего, и что с этим мне конкретно делать, какое из этого практическое применение, кроме того, что это вау. Что я делала? Смотрите, я попробовала описать, коротенечко, что, с какими задачами сталкивается фотограф, в принципе, ежедневно, и разделила их там на несколько составляющих. Первая составляющая – это творчество, да, то есть, ну, то, чем мы на самом деле любим заниматься, и то, ради чего большая часть из вас пришла вообще в эту профессию. Что происходит? Мы часто ищем там референсы, идеи для фотосъемки, ищем фотостудия или как бы какую-то подходящую локацию, проводим непосредственно фотосъемку, создаем там, потом сбрасываем это все в галерее, либо кто-то, если еще работает с файлообменниками, не знаешь, чем-то еще, выбираем фотографии или тушируем фотографии, подготавливаем фото к публикации, например, в социальных сетях определенные размеры, либо на сайте, либо еще где-то, да, но вот это коротко, давайте, что еще я всегда из таких ключевых действий не написала. Так вот, вот здесь вот стоят пальцы вверх, вниз и такой крестик, да, скрещенные пальцы. Я попробовала свое видение описать, в чем на самом деле какие, в каких задачах помогут нейросети. Например, если мы говорим про поиск референсов, идеи для фотосъемки, в этом очень сильно может помочь нейросеть Mid Journey, сейчас расскажу, как это выглядит. Поиск фотостудий или подходящей локации. Чаще всего, если вы работаете постоянно в одной городе, скорее всего, вы знаете свои локации, вы знаете фотостудии, с которыми вы работаете, где вам она поможет больше всего, вот под определенную задачу, но если вы, например, работаете в каком-то другом городе, вы поехали в какую-то другую страну, вы не понимаете, какую вам локацию лучше всего выбрать, вы можете спросить тот же ChatGPT и на основе тех данных, которыми он владеет. К слову говоря, ChatGPT есть несколько версий, 3.5, которые являются бесплатной, а по официальным данным она знает, у нее загружена информация, база данных до 2021 года. То есть, например, о существовании Photoshop Beta, который вышел в мае 2023 года, потенциально он не знает, или о каких-то новых штуках и вещах, которые вышли после 2021 года, потенциально он не знает. Но есть, во-первых, ее можно научить. Второе, иногда, если переспросить по-другому, как будто бы он знает больше, чем до 2021 года. То, что точно не заменит нейросети, это вас, то есть как вы работаете на фотосъемке, как вы работаете с моделью, это 100%. Смотрите, я сейчас буду показывать все на примерах, поэтому, если вам что-то сейчас непонятно, пишите. Создание галереи и отбор фотографий. Есть действительно штуки всякие, и они существовали достаточно давно, которые вам убирают, допустим, похожие какие-то фотографии, на свой взгляд выбирают лучшую фотографию. Но, на мой взгляд, все-таки на творческую задумку и усмотрение фотографа отбором фотографий должны заниматься либо модели, где они себе нравятся так, как они себя видят, либо фотограф, имея свой опыт, насмотренность и свое творческое видение. Ретушь фотографий. Видите, здесь стоит такой значок о том, что частично действительно ретушь фотографий очень сильно помогает нейросеть, и это было просто пушка-бомба, что сделал фотошоп бета. И подготовка фото для публикации по размерам. Я покажу пример, это тоже просто офигенно. Офигенно упрощает себя жизнь. Как скачать нейросеть? Здравствуйте. Нейросеть — это технология. Вы пересмотрите начало. Это, по сути, математическая модель. Вы ее не можете скачать, но эта математическая модель может быть использована в каком-то конкретном, например, приложении. Или в... Так, я тут с вами в конкретном приложении, и я сегодня буду рассказывать про эти конкретные приложения. Так, пока все понятно? Смотрите, следующее. Я сейчас расскажу, где это может быть полезно, а потом буду показывать на пример. Следующая категория — это продвижение. Давайте перечислим то, что мы делаем каждый день, либо почти каждый день. Мы пишем посты, мы пишем... Ну и мы постоянно создаем какие-то сторитейлинги. Классно, если вы умеете делать это связанно со смыслами, с тем, чтобы удерживать внимание. Мы делаем рилсы или должны бы это делать. У нас есть сайты, которые нужно продвигать, особенно с учетом того, что часть рекламных инструментов кому-то перестало быть доступно. Нам нужны скрипты продаж для того, чтобы правильно обрабатывать запросы клиентов в том, чтобы сколько стоит. Хорошо, если у вас есть логотип, фирменный стиль. Мы работаем постоянно с текстом, предлагая через рассылки какие-то услуги с нашей базы данных клиентов. Мы сотрудничаем с блогерами и зачастую в ступоре от того, что же такое написать блогеру, как сформулировать свое сообщение так, чтобы он обратил на нас внимание. Создание рекламных макетов и заголовок. Рекламных макетов может быть, не знаю, просто для таргета. Рекламный макет может быть для публикации. Вот я сейчас, кстати, вам попробую показать, например, рекламный макет, который я создавала с помощью нейросети. То есть у меня был фон. Просто оранжевый фон, классная фотография, все супер. И заменила фон, добавила какие-то надписи. Но с надписями, кстати, работает Photoshop достаточно плохо. Я ее отдельно создавала и вставляла какие-то процентики, еще что-то. Но тем не менее, она достаточно неплохо сработала в качестве рекламного макета. Так, да, понятно, спасибо. Либо непонятно, к чему относится слово спасибо. Хорошо, это я упустила какой-то момент. Так вот, со всеми вот этими штуками, например, то, что касается работы, особенно работы с текстом, созданием каких-то идей, генерирования, с этим совсем помогают нейросети. Тоже покажу, как именно. Ну и еще есть отдельная категория. Например, это то, что мы не очень любим делать. Например, всякие штуки юридического характера. Выбор системы налогообложения, расчет затрат, подача налоговой отчетности. Так вот, модель релиза МЧАД GPT может создать очень быстро. Да, его можно будет адаптировать под себя, но он даже может учесть особенности вашего местного законодательства. И да, он может вам сделать это на вашем языке. Выбор системы налогообложения. Если вы вообще не вдупляете в том, что сейчас происходит с налогами у вас в стране, вы не совсем понимаете вообще, что вам делать. Да, самый верный путь, я бы вам сказала, идите, пожалуйста, на консультацию с юристом. Но с другой стороны, какую-то первичную информацию, если вы правильно оставите запрос, то же чат GPT вы сможете получить какую-то базовую информацию. И у вас уже будет представление хотя бы о том, какие вопросы нужно задать юристу. И, кстати говоря, у чата GPT вы можете так и спросить, какие вопросы задать юристу, учитывая и написать свою какую-то ситуацию. Расчет затрат. Вы также можете, например, если вы не знаете, как правильно ввести затраты, можете у того же чата GPT спросить, как лучше всего это делать. И он вам прям может выдать целую таблицу, шаблон. Но затрат ввести вам придется, конечно, самостоятельно. Автоматически они никак там не появятся. И подача налоговой отчетности – это, безусловно, то, что вы будете делать самостоятельно, и никак вам никто в этом не поможет. То, что касается бухгалтерии и финансов. Но, тем не менее, проконсультироваться с чатом GPT можно по ряду вопросов. Например, почему я внедрила себя в чат GPT себе в Сири, в свой айфон. Зачем? Ну, потому что он может мне быстро помочь найти какую-то информацию, по сути быть, альтернативой гугла. Он соберет мне, если кто пользуется голосовым помощником, голосовым помощником обычно говорит, вот, что я нашла. И здесь с каких-то ссылок. И ты ходишь такой… Нужно найти в каждую из них и какую-то картинку из этого сложить. Здесь он просто собирает информацию из всех источников и дает тебе уже какую-то компилированную информацию на понятном для себя языке. Так вот, давайте вот возвращаться. Чем может быть полезен, например, перейдем к практической части. Зачем, например, фотографу Миджорни? Вот как раз-таки мы сегодня будем говорить с вами про три таких ключевых нейросети, которые нужно, на мой взгляд, знать каждому фотографу. Это нейросеть Миджорни, это нейросеть, по сути, фотошоп с встроенной технологией нейросети, нейросети. И это чат GPT. Вот три основных, о которых мы будем с вами говорить. Зачем фотографы Миджорни? Кстати, картинка, которую я создавала, я просто спросила Миджорни, нейросетку о том, чтобы… Нарисуй мне, пожалуйста, Миджорни. И вот она себя так нарисовала. И потом покажу, как она нарисовала себе чат GPT. Давайте я вам расскажу в нескольких словах, что вообще собой представляет Миджорни. Вам интересно? Расскажите, пожалуйста, вам интересно, что такое Миджорни? Поставьте плюсик, кто пользовался уже этой нейросеткой, что-нибудь создавал там. Так, у меня здесь парочку видео есть. Кто пользовался не Миджорни? Сердечки означают, что вы пользовались? Так. Как я это использую, да? Чем, чем… Так. Так, 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 так. Мне много-много-много-много-много всего. Так. Напишите пока плюсик, пользовалась. Так, очень интересно. Смотрите, сейчас я вам просто переведу экран и покажу, что такое Миджорни просто в нескольких… Чтобы вы понимали, те, кто не пользуется этой нейросеткой. Есть некоторые как бы сложности. Вот она собой представляет, по сути, чат. Чат, который находится, как ни странно, не в какой-нибудь миджорни точка ком, а дискорд точка ком. Дискорд – это такая штука, по сути, аналог что-то похожего на Телеграма, только созданная когда-то для таких немножечко фриковатых людей, геймеров. И отдельно на Дискорде почему-то Миджорни решил сделать вот такую вот штуку. У меня есть отдельный платный аккаунт. В принципе, он не заблокирован. Вы можете сам этим всем пользоваться, оформить себе платную подписку. Есть еще и бесплатная версия, но только в вашем чате вот таком вот, допустим, как здесь. Здесь только есть мои запросы. Я пишу запрос через слэш-промт. Вот тут он прям подсказку мне дает. Я начинаю писать запрос какой-нибудь. Давай какой-нибудь запишем запрос. Напоминаю, что он пишет на английском языке. Ну, просто фотографир, colorful background. Чужело писать на одной рукой. Ну, просто отправим ему что-нибудь вон нам. И все, я отправляю. Видите, он пошел работать. И дальше мне отдаст какую-то картинку. Чем точнее я ему запишу запрос, тем точнее у меня получится картинка, исходя из того, что я хотела бы сделать. Вот. Принцип простой. То есть здесь встроена тоже технология нейросетима. Зачем это все нужно вообще фотографу, да? Смотрите, я вам рассказывала о том, как вообще Миджорни может помогать. Например, вы детский семейный фотограф, и вам нужно найти какую-то, придумать какую-нибудь интересную локацию для съемки. Сейчас покажу, как это может выглядеть. Вот. Смотрите, какая из этих фотографий, на ваш взгляд, является реальной? Давайте с вами пообщаемся. Будьте поактивнее, пожалуйста. На самом деле, вы можете прямо в Миджорни расписать, что бы вы хотели, чтобы было, вы создаете какой-то локацию. Вы хотели, чтобы там присутствовала дерева, чтобы там был какой-нибудь оранжевый фон, чтобы там были цветы, чтобы там были шарики, чтобы там было еще что-нибудь, там какой-нибудь, там будет табуреточка, какой-то реквизит, который у вас есть, и вы получите на выходе какие-то картинки. Воссоздать на 100% эти картинки вам будет, наверное, достаточно тяжело в реальных условиях, потому что там просто, например, деревья из пола растут или еще что-нибудь такое. Но с другой стороны, вы ведь можете использовать это как идею. Вы понимаете, вы находитесь в каком-то ступоре, в каком-то тупике. Мы обычно идем на Пинтерест для того, чтобы вдохновиться чем-то, попробовать реализовать какие-то похожие идеи. Но фишка в том, что ведь вы можете зайти в тот же Мид Джорни и просто с нуля сгенерировать те картинки, которых вообще в принципе не существует нигде, и воссоздать что-то похожее. Прямо одинакового у вас точно не будет. Вы никогда не сможете воспроизвести так, как это сделал алгоритм. В этом-то вся и фишка. И нет, эта картинка действительно посередине. Эта картинка реальная. Что я сделала? Я загрузила это в качестве референса и сказала, сделай мне, пожалуйста, похожую картинку вот на это, и добавила ему еще дополнительные данные, что я хочу бэкграунд для съемки Ситтер. И он мне выдал варианты, он обычно дает около четырех вариантов, он мне выдал варианты, которые можно было бы использовать. Сейчас я вам покажу еще пример, как это можно было бы использовать. Например, Так как я фотограф новорожденных, у меня вот такой вот вопрос. Чем полезны нейросети фотографу Небор? Кстати, тоже картинка сгенерирована на нейросети Миджорни. Есть там всякие фишечки, припауточки, как такой, знаете, Миджорни уровень про, как ему задать те размеры, которые вы хотите, как расставить веса для того, чтобы он вас понял правильно в вашем запросе. Но сейчас мы не про это, мы сейчас не будем копать в глубину. Вы нам можете написать любое слово, и у вас уже получится какая-то картинка. Сейчас я вернемся, покажу, что у нас получилось в фотограф на цветном фоне. Как у нас получилось. Как я использую нейросетки? Ну, например, я создаю бэкграунды для съемки новорожденных детей. Смотрите. Он иногда создает какие-то довольно странные вещи, а иногда он создает какие-то просто потрясающие вещи. Я могу потом удалить из бэкграунда малыша или сгенерировать, если получится, бэкграунд без малыша с тем реквизитом, который я себе насочную, на себе придумаю. И потом туда в фотошопе уже вставить реального какого-то ребенка. Как вам такая идея? Это же просто офигенно. Смотрите, какие у меня получились бэкграунды. Я вот отсюда, вот да, у них какие-то странные, у них обычно то, что касается нейросетей, которые работают с визуалами, у них часто бывают проблемы с пальцами, с руками, с количеством рук и ног. С лицами, как правило, бывает все очень даже неплохо. Но, тем не менее, моя идея в том, чтобы сгенерировать какой-то прикольный бэкграунд и оттуда убрать потом малыша и вставить того малыша, который существует, настоящий. бэкграунд можно хоть год использовать потом, да хоть два, ты можешь скачать эту картинку. Другой момент, то, что она в маленьком качестве, но третий момент заключается в том, что есть нейросетки, которые увеличивают вам это качество изображения, да, и она будет хоть с печатой на плакат. Вот, тоже покажу вам, как это работает. Я еще запрос, жду, пока он не делается. Останее снимать. И в этом у нас создается картинка. Здесь есть вот эта картинка. Вот это я показываю вам то, что я делала. Но фишка в том, видите ли, я приложила ссылку. То есть я нашла рефересную картинку, которая мне понравилась, и загрузила ее как ссылку, и сказала, что я хочу еще бы дала в опыте или размеры поднимательные какие-то вещества, которые используются в загрузке, или размеры нужные для меня по соотношению в тело. Но вначале я загрузила еще раз показываю. Видите, вот эта фотография, он мне сгенерировал очень похоже. Как еще это можно использовать? Так, я, наверное, уже вам все управляла, сейчас, чтобы вам не отвлекать на видео. Вот такие у меня картинки получились. И дальше я бы, наверное, уже переходила к фотошопу и бета. Зачем нам фотошопу и бета? Ну-ка, рассказывайте что-то со звуком, но это звук был в видео такой. Из-за звука на видео. Но в следующий раз я буду готовить видео без звука. Ну, давайте, расскажите, кто уже успел попробовать фотошоп бета? Расскажите, пожалуйста, плюсик-минусик. А вообще, скажите, пожалуйста, кто сейчас у нас присутствует в чате? Кто из каких стран? Это тоже, к сожалению, имеет значение сейчас. Чтобы быстро ретушировать, чтобы быстро ретушировать, это есть, ну, как бы, экшены и качественный исходник. Я бы, наверное, так сказала. Плюсик. Кайф вообще новый фотошоп. Вот. Хорошо. А скажи, пожалуйста, почему кайф? Что тебе понравилось? Мне тоже очень понравилось. Мне так понравилось. Я сейчас покажу, что мне понравилось. Напишите, пожалуйста, из каких вы стран. Потому что есть некоторые штучки, да, которые немножечко нам усложняют жизнь для тех, кто из Беларуси, из России, я сама из Беларуси. Да, Румыния. Привет, привет, дырочка. Напишите, пожалуйста, ребята, из каких вы стран. У меня для вас есть определенный подарок. И он особенно будет, прямо особенно, преособенно актуален тем, кто из России и Беларуси. Потому что есть всякие сложности. Ну, например, вот, РФ без фотошопа. Это неправда. Ребят, смотрите, действительно, есть определенная санкционная политика, но вы очень мыслите узковато. Действительно, да, многие функции были заблокированы. Но знаете, что всегда есть другой какой-то вариант, есть выход. И у меня в абсолютно бесплатном виде написано о том, как можно, допустим, себе установить фотошоп, лицензион и оплатить его более того, если вы залезете просто даже в Google, вы найдете кучу сервисов, которые вам могут в этом помочь, например, да, то есть не будьте настолько ограничены. Украина, ага, я фонды рисовала, продлила, при этом он был непростой, из жидкого зеркала с отражением я из РФ. Россия. Вот, ребят, Россия и Беларусь, да, у кого есть сложности сейчас с использованием всех этих сервисов, в частности, в Меджорни, там нет никаких ограничений, фотошоп, бета, сами знаете, да, это линциндионная версия, и там есть сложности с оплатой, но это все можно обойти, не то, что обойти, да, это не совсем, наверное, подходящее слово, есть способ, как установить себе фотошоп бета, как оплатить подписку, есть абсолютно легальные способы, как это можно сделать. мы позже будем говорить про чай GPT, я к этому вернусь также обязательно, поэтому у меня будет для вас подарок, кстати говоря, про чай GPT, как можно себе его, как не установить, точнее, а начать пользоваться, если вы живете в России, в Беларуси, потому что он здесь заблокирован, там нет ничего такого суперсложного, даже если вы с компьютером на вы, ну, вам может быть понадобится на это, там, пусть у меня 10-15 минут, там, может быть, там, минут 30, зато у вас откроются такие возможности, что вы просто офигеете от этого всего. Так, так вот, зачем нам нужен фотошоп бета? Ну, давайте попробуем с вами об этом поговорить. Смотрите, ну, что тут у нас, давайте с чего-нибудь самым интересненького начать, да? О, класс, сейчас вам расскажу. Я была совсем недавно ездила в мастер-класс в Германию, и потом поехала отдыхать по Германии. Смотрите, две фотографии, это вообще никакого художественного смысла нет в этой фотографии, это просто я и знаменитый, ой, в Диссельдорфе, знаменитый этот костел в Кельне, который строился с 16 века. но на самом деле это фотографии, которые сделаны на мобильный телефон, суть не в художественном смысле, а суть в том, что вот здесь было вот так вот много людей, я не знаю, вам видно или нет, но их здесь было реально достаточно много, мужик этот такой плотненький, в красной майке, который очень сильно отвлекал внимание. Можно было ее оставить людьми? Да, конечно, можно было, но пока я ехала в машине, я сделала вот так, и это сделаю я в фотошоп бета. Оп, все, людей убрали. Круто! Да, мне кажется, что это просто офигенно. Как это можно использовать профессиональному фотографу? Да, если вы работаете на улице, а сейчас у нас лето, естественно, люди хотят сниматься на выходных, потому что это удобно, естественно, в каком-нибудь классном, крутом месте, например, в парке, где тоже будет дофига других людей, и что вы можете сделать? Вы можете абсолютно не запариваться по поводу того, что у вас на фотографии есть другие люди, потому что в целом у меня для того, чтобы убрать этих людей, ушло, наверное, минутки, наверное, 3-5, но это с учетом того, что на тот момент я только тестировала алгоритм, там важно очень выбирать правильно область, из которой вы убираете, потому что если вы обрисуете весь фон и скажете, убери у меня оттуда там всех людей, может получиться не с первого раза. Может, есть какие-то секреты по запросу в бета, у меня некорректные работы. Да, конечно, они есть, есть, и вы чуть-чуть сегодня, я немножечко приоткрою завес в этой тайны. Так, что еще у нас интересненькое? Например, моя ученица, мне очень понравилось то, что она сделала, вот ее работа, изначально маленькая картинка, это та фотография, которая у нее была. Ну, то есть фотографии, доски на бэкграунде, видите, сзади, сама девочка, сама по себе очень прикольная. Кстати, большинство не угадали, что на картинке было дорисовано, но потому что девочка сама очень типажная. Вы можете дорисовать ей одежду на ребенке, например, в фотошопе, но она конкретно дорисовала бэкграунд, да, он какой-то такой в стиле Буха с какими-то такими салфеточками на фоне, но по-моему выглядит очень круто, вот как скажете. Выглядит круто, не похоже, что это дорисовано, нет ощущения, что это что-то прям вмонтировано так жестяково, да, у меня нет такого ощущения, я правда не совсем это поняла. Чего еще можно делать? Так, 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 сейчас я вам покажу. Так, еще про Миджурни кое-что вам не дорассказала, сейчас вернемся. Так, вот еще что мы можем делать. Показывала. Другой вопрос, сейчас еще пытаюсь, что можно сделать. смотрите, есть функция Extended, да, смотрите пока внимательно, потом объясню, что вы видите. А, хотя видео, звук я отсюда убрала, вы меня должны слышать. Generate Feel, да, функция Generate Feel, Feel, которая позволяет вам офигеть, посмотрите, как это выглядит, как он вам прикольно дорисовал фон. Вот я, кстати, в Миджурни делала этот бэкграунд, я показывала у себя это в сториз. Я попыталась убрать первый раз малыша, он мне вместо малыша и туфли добавил, ну, такое тоже бывает. Ну, а потом вот у меня убрала малыша. Зачем я убрала малыша? Потому что малыш этот не существует, его в природе, в мире нигде, а я хочу потом вам сфотографировать ребёнка и вставить его в этот бэкграунд. Фишка в чём? В том, что боль фотографов новорождённых, а здесь их тоже сегодня в эфире хватает, одна из, в том, что нам очень нравится реквизит, нам очень нравится всё это покупать, это стоит каких-то бешеных денег зачастую, особенно вот этот вот реквизит в стиле бога. Я даже так навскидку посчитала, что общая стоимость где-то 400 евро составляет, но на самом деле вот этого вот всего реквизита, на самом деле я думаю, что даже больше, если все эти пушистики, вот эту всю растительность посчитать, вот эти все коврики, там только вот эта ротанговая корзина где-то будет минимум 80 евро стоить, да, каждая вот эта вот подушечка, а если ещё костюмчик посчитать, ну и там просто получается большая сумма. А суть в том, что вы можете нарисовать какой-то фон, сгенерировать его с помощью миджорни и у вас потом вставить туда малыша. Вопрос уже в том, как вставить его аккуратно, для того, чтобы это смотрелось естественно, для того, чтобы смотрелось круто, для того, чтобы на последнем этапе мы не просто вставили фотошоп, вставили это жёстко очень в фотошопе. Программа платная, но фотошоп, это да, это платная подписка. И более того, вам нужен обязательно интернет для того, чтобы эти все функции работали. Обратите внимание, сейчас я вам ещё один покажу пример, как можно пользоваться фотошопом в это и для чего. Вот у меня было вот такое вот изображение, оно вертикальное, я снимаю беременную, часто в вертикальном формате. Но задача вроде простая, я хочу сделать изображение горизонтальное или квадратное для публикации в ленте в инстаграм. Задача каждый день выполняет эту задачу. Но как это сделать? Первый вариант выделить какую-то область и растянуть. Но получается же фигня полная, видно же, что изображение растянут. Что я делаю? Я опять выделяю область, важно, чтобы чуть-чуть эта область находила на краях. Потом инвертирую изображение, то есть тем куском, которым я делал сфор. Я нажимаю Generate Fill и смотрите, как он круто мне дорисовал. Он предлагает ещё всегда три варианта, вы можете его выбрать. Читаю ваши вопросы попозже чуть-чуть. Дальше. Что я ещё сделала с этой фотографией? Да, она и так сама по себе хороша, да? Но что я сделала? Я захотела рисовать и ещё летящие летящие пакет. Это, как я вам сказала, дорисовала и пропускать. С первого раза получилась какая-то химия. Видео испорено. Я дорисовала, видите, выделила область другую. Смотрите, как офигенно получилось. Получилось офигенно. я потом даже опубликовала именно эти фотографии. И интересно даже, чем все летит за ней, да, на передний план, что-то. Значит ли, что мы ускоряем реку? Нет. Видно? Так, да, дальше. Меня спрашивали, как рекушировать хвост. Сейчас проверим. Бело в том, что в кашёте есть ещё появились если вы зайдёте фильтры, там появились нервы. Что касается кожи, там буквально есть два бига. Один шеврочек. Разглаживание, да, и размытие. Но в целом, сейчас покажу, как это работает, в целом, это не не почему-то купать. Он получается прям супер классно. Но в целом, этот инструмент абсолютно можно найти. Так, вот видели, было так. Так, ещё раз тогда, раз там был звук и вас не было слышно. Если у вас идёт фотошоп, это фильтры, нейрофильтры, там есть набор нейрофильтров и один из них ретушь кожи. И там есть два бегунка, это размытие и размытие и что-то ещё у нас. Забыла. Разглаживание. И вы двигаете этого два бегунка, и в принципе получается неплохо. Это не прям супер-пупер. Частотка мне нравится однозначно больше. Если у вас есть экшен частотного разложения, мне кажется, где-то может быть это можно и побыстрее сделать. Но если вам надо прием сильно на скорую руку, вполне себе можно использовать, либо часть вставить свой какой-то экшен, для того, чтобы сделать базовую коррекцию кожи. И это получается действительно быстро. Сейчас ещё один пример закрыли глаза у ребёнка. Круто? Круто! Да? Ну, я не знаю. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Как вам вообще из того, что я вам показала? Сейчас отвечу на ваши вопросы. Не слышно было. Я проговорила всё словами. Звук посторонний очень громкий. Буду иметь ввиду на следующие эфиры буду сохранять видеозаписи без голоса. Вырезайте малыша из старого фона при помощи нейросети. Да, кстати, можно. Дело в том, что фотошоп уже научился достаточно хорошо. Фотошоп и лайтрум, ребята, я ещё вам тут лайтрум не показала, как он классно работает с умными масками. Это ведь тоже алгоритм нейросети, который устроен. Фотошоп неплохо сейчас выделяет объекты и точно распознаёт, где у тебя лицо, где глаза, где руки, где нос. И вот если конкретно касается выделения объекта, независимо от того, человек это, не знаю, воздушный шар или ещё что-то, он неплохо справляется с этой задачей. То есть раньше, помните, волосы, вот эти обтравочные маски делают. Сейчас зачастую он сам неплохо справляется с этой задачей буквально по одному клику. Так, пишите пока ваши вопросы, я ещё не закончила, и у меня, наверное, какая-то супер большая лекция получается, но как бы тем не менее, как есть. Смотрите, мы сейчас с вами рассмотрели только творческую задачу, и я сейчас завершу тем, что я делала, ещё в Миджорне я создавала просто бэкграунд, это была абсолютно тестовая какая-то штучка, ну вот корзинка, где почему-то лежит яйцо, какие-то у нас орхидеи тут находятся вполне себе, кстати, знаете, что мне здесь очень понравилось, меня поймут фотографы новорождённых сейчас, я такая, слушай, какой красивый цвет, я такая, взяла себе на заметку, это про референс, это про вдохновение, которое можно взять, смотри, сухая трава, вот так вот разложенная вокруг корзинки, смотрится же вообще прикольно, а реквизит стоит такой вообще абсолютно 3 копейки, а вот привлекает внимание, а смотрится как-то необычно, хорошо, у меня это орхидеи, можно ещё что-то другое положить, да, во-первых, вы можете такое воспроизвести что-то похожее в реальности, но это будет совершенно по-другому выглядеть, но у вас уже на подкорке будет, вот у меня есть эта мысль, эта идея, которую я нашла или нашёл с помощью нейросети, а можно просто взять это же изображение и попробовать туда загрузить вот малыша, например, да, вот что-то вот в таком духе, например, сделать так, едем дальше так, 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 слушайте, я уже поняла, что 50 минут вещаю, а я ещё далеко не всё вам рассказала, хорошо, есть ли у вас какие-то вопросы? так, про фотошеб это я вроде так рассказала, сколько картинки не снять, же младейцам да, нет, он может повернуть, если вы в Миджорни напишите, с какого ракурса у вас должно сгенерироваться изображение, это уже как бы тоже уровень про, то он вам его сгенерирует, зачем фотографу чаджи пяти? Кто смотрел эфир у нас сначала, вы видели такая, когда я делала заставку, зачем фотографу Миджорни, там такая была девушка красивая на фоне огненного шара, потому что я сказала Миджорни, напиши, ну, она такая вся красивая, с душной, потом я заржала, когда увидела, какую картинку мне создал Миджорни, когда я спросила, нарисуй мне картинку чаджи пяти, то есть нейросети, визуализируй ее, и вот один из вариантов, которые он выбрал, ну, по-моему, это тоже очень прикольно получается. Как ребенка я добавила, ребенка я добавила стандартными средствами, то есть, к сожалению, к сожалению, по клику нельзя фотошопить какой-то объект в существующую фотографию, его можно создать, как вы видели, дорисовать, допустим, платье, но если у вас есть отдельный человек, настоящий, не сгенерированный, и вам нужно его вставить в фотографию, это происходит стандартными средствами. Вот, и мы сейчас эти годы готовим отдельно урок, в котором мы расскажем, как это сделать так, чтобы это смотрелось достаточно естественно, чтобы это не было заметно, что это прям такой вот откровенный фотошоп. Так, так, зачем фотографу чаджи пяти? Так, 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 что такое вообще чаджи пяти? Кто знает эту штуку? Кто-то говорил, что пользовался? я сейчас покажу, как это выглядит. Сейчас прекратить публикацию, сделаю. Что такое чаджи пяти? Это нейросеть, которая умеет работать с текстом, то есть она научилась работать с лингвистическими моделями, она отвечает вам на запрос, который вы пишете ей словами, сделай мне то-то, и она вам отдаст ответ. Более того, она может научиться, сейчас покажу, как это выглядит, тоже на основе тех данных, которые вы ей отдадите. Если на базовом, очень простом, пользовательском уровне, как это у нас выглядит. Вот у нас есть с этой стороны, вот видите, здесь есть чад, его нужно, в сайте чаджи пяти. Вы пишите запрос, вот смотрите, я написала запрос, короткий, придумай три сценария коротких релс-интограмм для поиска клиентов фотографа-новорожденных в городе Новосибирск. Кстати, я достаточно еще тут написала, что это для фотографа-новорожденных в городе Новосибирск, да, в принципе, и он мне начал писать сценарий. Волшебные мгновения и новорожденность, вы ковечите первые дни вашего ребенка, плохо, вообще ужасно, если честно, звучит. Дальше я ему немножечко запрос поправила, смотрите, какой он, уже длинный у нас там. Представь, что ты маркетолог для фотографа-новорожденных придумает три сценария коротких видеорез для поиска клиентов фотографа-новорожденных в городе Новосибирск. Целевая аудитория написала, какая у меня есть целевая аудитория. Сценарий должен содержать цепляющий заголовок, описание сцен и короткий призыв к действию в конце. Написала, какой должен быть сценарий, хронометраж, на что должен быть сделать акцент. Написала, учитывая тот факт, что я фотографирую новорожденных в стиле «минималист», таких фотографов в моем городе немного. Дальше он мне уже пишет сценарий первый, заголовок какой-то, да, дальше заголовок такой-то, да, вот он мне уже чуть поподробнее расписал. Я говорю, подожди, доработай мне заголовки, добавь, чтобы они привлекали внимание, как газетные заголовки, а вот уже какой-то пошел какой-то поинтереснее уже, какой-то более продающий текст появился, там, супер-минимализм. «Создай незабываемое фото вашего малыша новорожденного». Ну вот мне тут тоже заголовок, если честно, не супернравится. Я еще попрошу его доработать, я его пишу. Доработай заголовки, чтобы они короче привлекали внимание родителей. И вот так вот, опять говорю, не, подожди, делай короче заголовки, сценарий оставь. Вот тут уже что-то поинтереснее вроде появляется. Вот трендовый минимализм, так, минимализм с истинной красотой. Не, ну эти слова какие-то не очень мне нравятся. Вот трендовый минимализм, стиль в каждом кадре, ну подлинность слишком, он иногда бывает такой витиеватым, такой немножко академический язык. Поэтому я бы еще, наверное, здесь добавила ему в запросе, чтобы он мне написал это все в разговорном, простом стиле. Потому что мы не книжку пишем, мы создаем контент for fun для того, чтобы немножечко вовлечь нашу аудиторию. Вот. И таким образом мы с ним общаемся, вот добавь действию, призыв к действию в конце в разных вариациях. И у нас на выходе получается какой-то угодный вариант. То есть если вы сейчас такой вот в ступоре, а я знаю, что большинство из вас в ступоре, потому что вы не знаете, что, вы не знаете, что писать в постах, вы не знаете, что делать в сториз. А что вам мешает, например, рассказать? Смотри, у меня был сегодня такой день, случились раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот такие вот события. Разложи мне, пожалуйста, это на сторителлинг в сториз. Что вам мешает это сделать сейчас, когда вы не понимаете, о чем мне вообще рассказывать? У меня неинтересная жизнь. Я не знаю, о чем писать. Я не знаю, как создать продающий пост. А в этом фишке, вот смотрите, кто вот мне говорил о том, что я пользовалась и не совсем получилось. Вот расскажите, пожалуйста, еще раз мне, у кого кто пользовался разными нейросетями, мы сегодня проговорили только про три, напомню, что их на сегодняшний день более двух тысяч. И когда вы будете смотреть новые рилсы, о том, что вот эта штука какая-то крутая появилась, и вот эта вот крутая появилась. Имейте в виду, что таких крутых штук очень много вопросов, нужны ли они вам или нет. Давайте научимся хотя бы с базовыми, с самыми популярными пользоваться, с самыми нужными сейчас. Напишите, у кого не получалось что-то. Здравствуйте, опоздала, запись будет. Я вас обожаю, Анастасия. Кто пользовался нейронками, но как бы такие, вот тут какая-то херня вышла, вообще какая-то фигня, ничего не понятно, ничего не получается, ну и вовпень. Пользовалась, но язык академический, нужно время, чтобы нормально забрифовать. Это правда, да, ему нужна, знаете, в чем вся фишка? У меня даже картинка на этот счет. Почему может не получиться? Все дело в промпте. Промпт – это запрос, который вы пишете в нейросеть. Миджорни тоже общается промптами. Кстати говоря, если вы не знаете, как сгенерировать запрос в Миджорни, вы можете спросить, чайджа пяти, сгенерируй мне запрос. Только единственное, что чайджа пяти, может, не знает соседки Миджорни, потому что она появилась гораздо позже, чем 21 год, если у вас неплатная подписка, потому что у чайджа пяти версии есть еще и четыре, которая более свежими данными владеет. Пишу черная шляпа, выдают пеши, белые поля, не только черные. Попробуйте также выделить какую-то немножечко другую область. Это тоже может повлиять на результат. Да, есть такой момент, что часть результата может быть не совсем предсказуема, и там много нужно тестировать каких-то моментов. Плюс еще технология достаточно новая. Но то, что я вижу уже сейчас, можно пользоваться уже сейчас. Это уже какие-то невероятные, потрясающие результаты отдают. Я вижу невероятный потенциал в плане маркетинга и продвижения для малого бизнеса в целом и для фотографа в частности. Я буду завтра рассказывать еще отдельный эфир, как можно зарабатывать на нейросетях фотографа. Основная идея которого рассказать вам, как можно использовать нейросети и по большей части даже чат GPT для того, чтобы усовершенствовать свой маркетинг. Почему может не получаться? Потому что нужно действительно, как девушка сказала, правильно забрифовать, неправильно, грамотно сформулировать запрос. Что вы можете сделать? Сейчас у меня в потренироваться, поиграться с этим инструментом. Два момента. Первое. У меня встроен чат GPT непосредственно в мой директ. В директе вы пишете слово нейросеть и запускается чат GPT. Вы можете у него спросить все, что угодно. И посмотрите, даже можете потестировать, если вы короткий какой-то запрос напишите, если вы длинный запрос напишите, что он вам ответит. Как правило, он отвечает всегда по-разному. Сейчас мы потестировали разные способы интеграции. И сейчас тот сервис, с которым мы работаем, сейчас чат GPT там не обученный стоит. То есть, по сути, мой директ является вам окном непосредственно в том, что я сейчас вам показала на компьютере. Потому что до этого у меня стоял обученный чат GPT. То есть, он знал обо мне все, обо моих ценах, о моих продуктах. Но единственное, что он отвечал вообще совершенно вместо меня. Потому что там не было какого-то механизма, чтобы можно было его остановить. И людей это немножечко смущало. Сейчас его можно остановить и запустить. Запустить по слову нейросеть. Остановить также можно. Пообщалось замечательно. Вы с предыдущим ботом общались. Сейчас можно общаться и со мной, и с ботом. Там есть инструкция. Если вы пишете просто слово нейросеть, то вы вызываете чат-бот. Можете с ним пообщаться. Так как я вам рассказывала здесь. Можете задавать ему вопросы. Попросить что-то дописать, что-то доделать. Например. Второе. Что вы можете сделать? Вы можете написать слово марафон. Также мне в директ. И я вам вышлю инструкцию. Для стран России и Беларуси очень актуально, как установить себе чат GPT, обойдя вот все эти санкционные всякие штучки. И начать пользоваться им просто на десктопе, на компьютере. На самом деле есть еще и телеграм-боты, есть еще и веб-сервисы, которые тоже связаны с чатом GPT. Вы можете их потестировать, поработать с ними, но зачастую там есть определенный какой-то лимит, после которого начинается платная подписка. Тоже возможный вариант, но мне кажется, что проще один раз попробовать установить себе чат GPT, создателя этой программы, компания OpenAI, и пользоваться, в общем-то, пока это все бесплатно, я думаю, что это будет до поры до времени бесплатно, и пользоваться, и решать свои вопросы, связанные с маркетингом. Возвращаясь к теме промпта. Дело в том, что нам нужно развивать свои менеджерские качества и уметь грамотно, правильно ставить задачу. Чем точнее вы поставите задачу, тем точнее у вас получится ответ. Когда вы говорите не просто «напиши мне пост на тему лайфстайл съемки», а когда ты говоришь о том, что ты занимаешься лайфстайл съемкой, какие у тебя есть преимущества, кто твоя целевая аудитория, что для них важно, и потом уже ставишь ему задачу написать пост, ты можешь предложить, чтобы он тебе несколько тем предложил для этих постов, ты можешь спросить, какие вопросы я могу позадавать своим клиентам для того, чтобы найти идеи, о чем мне писать в своем инстаграм. Важно, конечно, это не волшебная кнопка, которая додумает до вас, что вы хотели, как это делает, например, наставник на обучение, просто у меня есть обучение не только по фотографии новорожденных детей, но и по фотобизнесу. И иногда человеку самое сложное – это сформулировать четко задачу свою какую-то, потому что иногда оказывается, что задача, изначально которую он ставил, это совершенно какая-то другая штука, и там нужно еще покопаться внутри. Это, к сожалению, может делать только опытный, скажем так, тот человек, который вас знает, который знает вашу проблематику, и если вы хотите научиться работать с нейросеткой, не нужно знать, как точно поставить вашу задачу. Это то, что касается работы с текстом. Для того, чтобы… Вот он, например, умеет писать SEO-тексты оптимизированные, но опять-таки их нужно немножечко переработать через себя. И для того, чтобы грамотно поставить запрос, вы должны грамотно, ну, вы должны понимать вообще, что такое SEO. Написать, что напиши мне, что там H1 такие-то, используй такие-то ключевые слова. Если для вас сейчас то, что я сказала, вообще какой-то непонятный звук, то вам нужно чуть-чуть погрузиться в тему. И сейчас то, что я готовлю, я готовлю мини-курс по нейросетям, как можно их использовать фотографу, как правильно писать вот эти вот промпты для того, чтобы решать конкретные задачи. Как искать идеи для Reels, как писать сценарии, как писать сторитейнги, как писать посты, чтобы вам, вы не тратили на эту кучу времени, как писать оптимизированные тексты для сайтов, вот как писать скрипты продаж. Ну, вот смотрите, если захотите, могу также рассказать, как это уже такой уровень Pro, и как встроить себе чат GPT в инсту, как ее встроить в Siri, как ее встроить в Google таблице. Кстати, напоследок вам покажу, как это выглядит. Как это выглядит. Сейчас, пишите пока свои запросы, вопросы еще нам нужно заканчивать, мы уже больше часа тут в эфире, но как бы тем не менее. Так. Расскажите, как вам вообще сегодняшний эфир? Что для себя такого суперполезного, классного вынесли? Ой, я что-то не сохранила себе видео. Так, кстати, вот держите вам нейросидь в директе, чтобы не забыли, какое слово нужно писать для того, чтобы вызвать чат-бот. Ладно, я об этом, я покажу завтра. У меня завтра будет, сейчас скажу, во сколько, по-моему, в 2 часа или в 3. Так, у меня будет эфир. Я сообщу об этом в своем сториз. В 2 или в 3 часа, по-моему. У меня будет отдельный эфир, где я буду рассказывать про то, как использовать нейросети в маркетинге и своему продвижению. Поэтому я тогда вам покажу, как я встроила в гугл-таблице себе тоже нейронку. Эфир огонь. Пойду скачивать дискорд и бета, наконец. Дискорд скачивать не нужно, его просто можно открыть. Так. Вот по поводу бета, да, ее нужно скачать. Скачать. Спасибо за эфир, очень интересно. Обожаю вас купить. Ну и госпит, спасибо за эфир, очень интересно. А что вы для себя вынесли? Так. Сегодня общалась. Супер. Хорошо. Если вопросов нету, я вас отправляю в свободный путь, свободное плавание. Я надеюсь, что вы начнете пользоваться нейронками, не будете этого бояться, этого инструмента. Начнете это использовать, начнете себе помогать. И это будет точно лучше, чем ничего не делать и чем быть в состоянии. Я не знаю, чем писать, я не знаю, что публиковать, я не знаю, какой контент генерировать. Лучше я не буду делать ничего. Потому что если вы хотите, чтобы у вас было много клиентов, Если вы хотите, чтобы у вас были всегда на виду, у вас должен быть классный продукт, у вас должно быть классное портфолио, но у вас еще должно быть и классное продвижение, вы постоянно должны заявлять о себе. И если вот я вам показала сегодня на самом деле кучу инструментов и как выделиться в плане портфолио, какие-то штуки добавить, какие-то элементы, которые и так из вашей, например, красивой фотографии могут сделать еще что-то интереснее, еще что-то лучше. И второе, я вам рассказала, прям многие дают эту информацию платно, как можно продвигать себя, использовать, помогать себе для того, чтобы генерировать как минимум новый контент. И поверьте, это научит вас еще правильно ставить задачи и вообще понимать, что вы хотите на самом деле, потому что часто в этом кроется основная проблема. Интересная тема, но новая требует внедрения, погружения, а это время, и непонятно, будет ли это работать. Спасибо за информацию, очень приятно послушать. Ну, не используйте новое. Ну, можете не использовать. И вот это правда, то, что у нас вызывает постоянно какое-то такое отторжение, что-то новое. Но тот, кто быстрее это начнет внедрять, тот быстрее начнет развиваться. Вот и все. Понимаете, есть до сих пор такие мамонты, которые, поверьте, к цифровой фотографии как-то слабо вообще относятся. Но вот они остались до сих пор фотографами, любителями условно. Понимаете? Поэтому тут выбор, наверное, каждого для себя. Если у вас и так все классно, если у вас все хорошо с клиентами, вы себя чувствуете максимально комфортно, так нафиг вам все это нужно? Может быть, действительно и так. Я вижу в этом огромный потенциал, то, что касается творчества, маркетинга, продвижения. И я уже начала внедрять это в себе в работу. В частности, у меня есть второй аккаунт по съемке беременности. Я когда-то его давно завела. И это была, наверное, моя ошибка, потому что два аккаунта вести довольно сложно. И сейчас в этом аккаунте мы начинаем его отживлять, используя только нейросети. То есть он ведется, в принципе, без меня. Сейчас это аккаунт lilia.by.mams. Мы только начали, можете зайти посмотреть. Там уже, например, посты пишу не я. Вот. Все установила, попробовала и не пользовалась. Посреди эфира хочется пойти попрактиковаться. Круто. Вот это вот правильный ответ. Ну, ладно, неправильно, неправильно. Зависит, наверное, от наших ощущений. Просто, знаете, есть такая стратегия, называется маленьких шагов. Каждый день, когда мы какой-то шаг выполняем, это ведет нас к какому-то результату. Вопрос в том, к какому результату вы хотите перейти. Вот. Это всего лишь инструментарий. Цели, к которым вы идете, вы определяете сами. Стратегии вы определяете сами. Никто все-таки в этом плане вас не заменит. Никакая нейронная сеть, никакой искусственный интеллект не будет генерировать вам ваши мечты, ваши желания, ваши амбиции. Это всего лишь инструмент, который может вам быть полезен. И моя задача была сегодня вам показать частично, как пользоваться этим инструментом. Пишите в директе слово нейросеть. Можете пообщаться с чатом GPT через мой директ. И можете также написать слово MARAFO в моем директе lilia.by. И вы получите инструкцию, как, собственно, себе установить чат GPT и обойти блокировку. Все. Я вам желаю хорошей недели, классного продуктивного дня, много клиентов. Всегда вдохновение. И не ищите барьеры, не утыкайтесь в них, а ищите решения. Все. Пока-пока. Сейчас я... Чтобы вы меня увидели, отправьте, пожалуйста, публикации, скриншотики, чего вам понравилось, какие были инсайды, чего планируете делать. Жду ваших скриншотов. Я забыла просто, у меня организаторы попросили обязательно об этом упомянуть. Вот. Пишите, мне будет приятно понять, что для вас было важно в этом эфире. И я вас сразу приглашу завтра также на эфир, о чем я расскажу у себя в сторис. Я дальше продолжу тему нейросетей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok